ЧП произошло здесь, на улице Арцебушевской. По официальным данным, в доме номер 128 находились 7 человек, в том числе четверо детей. Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8 вечера. Буквально через несколько минут на Арцебушевскую примчались сотрудники оперативных ведомств, медики и глава Самары Елена Лапушкина. Дом 126 по улице Арцебушевской признан аварийным, подлежащим к сносу. Здесь было три квартиры в собственности, одна квартира муниципальная. Муниципальные квартиры, предоставленные жильем в Алгаре, согласились на переезд. Три частные квартиры, которые были приватизированы, также предлагалась квартира на переезд в Алгаре, но жители отказались. И сейчас в рамках 132 статьи мы проводим процедуру изъятия. Обрушилась стена дома, обрушилась на дом 128 по улице Арцебушевской. Этот дом находится в частной собственности, и вот в ближайшее время будем признавать тоже чрезвычайную ситуацию и рассматривать, что дальше делать с этим домом. Пострадавшая женщина находится в больнице имени Пирогова под наблюдением врачей. Двоих детей отправили в больницу Середавина на предварительное обследование. Старшие остались с родителями. По словам сотрудников МЧС, стена рухнула из-за старости. Обрушение стены произошло в результате, очевидно, что старости конструкции. То есть никакого хлопка газа нами не обнаружено на месте происшествия. Дальше продолжается осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства происшествия. Первыми очевидцами происшествия стали жители соседних домов на Арцебушевской. Они дали нашей съемочной группе эксклюзивное интервью. Обрушение был сильнейший звук. Я сразу выскочила и сразу увидела все это. Но звук только от обрушения? Только от обрушения. Там какой газ? У нас баллонов здесь ни у кого нет. Здесь газовый, вон, как говорится, газ. Ну, постоянно. Хорошие люди там жили, добрые, дети, женщины хорошие. Прокуратура Самарской области и Следственный комитет уже организовали проверку по факту обрушения стены на Арцебушевской. Мы будем следить за развитием событий вокруг инцидента. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.